Сегодня у меня будет выступление наимощнейшее Ведь я посмотрел кучу мотивационных роликов И это такая мощная тупость, что по-другому про неё и не рассказать Сейчас огромное количество людей предлагают очень странные способы достижения цели того, как добиться успехов И некоторые из этих способов максимально отвратительные Например, предлагают переставать дружить со своими друзьями И вообще менять окружение, записывают вот такие вот советы Срочно меняй своё окружение, если Если они говорят, что там, допустим, кофе за 400 рублей это дорого И вообще слово экономить это нормально для них Меняй такое окружение Ну хорошо, ну вот убрал я из своей жизни бабушку и дедушку Ну и что, я от этого разве богаче стал? Наоборот, раз в год на день рождения на 5000 рублей меньше Нет, только бедни И вот куча людей рассказывает про то, что нужно вообще дружить с миллионерами И прям вот несколько людей таких мне попалось С тремя миллионерами общаетесь, то вы будете четвёртым миллионером Если вы общаетесь с четвёрмя миллионерами, вы будете пятым миллионером Если общаетесь с пятью миллионерами, то вы станете шестым Сука, так сколько? Сколько мне надо миллионеров-то, а? Так ведь и до ста можно дойти И у мотиваторов вообще очень странные способы достичь успеха. Некоторые советуют вставать как можно раньше. Ну и запомните, друзья, если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешным, просто вставайте утром. Вот и все. Одно правило. Вставайте до 6 утра. Да, да. Вообще, судя по его речи, такое впечатление, что он-то и не ложился. Просто бухой пришел на пляж встречать рассвет. И такой, да, еще поумничаю на камеру. И главное, вставайте до 6 утра, и ваш бизнес будет успешным. Ну вот посмотрит это видео водитель трамвая. Скажет, е-мое, так я так и делаю. И где мой успешный бизнес-то, а? Другой парень вообще говорит, что нужно вставать в 5 утра. Дополнительных 2 часа в день дадут тебе 14 часов в неделю и 726 часов в году. То есть целый дополнительный месяц каждый год. Да, мне кажется, это отличный совет, если вы хотите быть уставшим 13 месяцев в году. И даже был дядька, который советует вставать в 4 утра. Из двух людей. Один, который встал в 4 утра и поехал куда-то. А другой, который нажал на кнопку будильника и продолжил дальше спать. Но я гарантирую, что день первого человека наполнен большим смыслом даже в случае неудачи. Причем, заметили, у него на лбу так вена вздулась. Думаешь, мужик, так тебе поспать бы не мешало бы. Ты уж недельку-то повысыпайся хотя бы, а? Вообще, даже петух спит до пяти. Его жизнь наполнена большим смыслом, чем у этого типа, который несет чушь на камеру. И вот смотрите, они предлагают ссориться с друзьями, вставать как можно раньше. Все, что, мне кажется, наоборот, ухудшает твою жизнь. Но они называют это красиво. Они называют это выход из зоны комфорта. И я заметил, что больше всего про то, что нужно выйти из зоны комфорта, говорят те, кто даже не вышел из собственной квартиры. Проигравший делает все, чтобы достигнуть комфорта. Победитель выходит из зоны комфорта, чтобы достигнуть цели. Слышите, ему даже соседи по батарее стучат, чтобы он перестал уже мотивировать. Даже их уже этим достал. И вот все, кто тебя мотивирует, они максимально не вызывают доверия. Они очень странные какие-то люди. Если, блин, все твои хотелки, все твои желания, они вот такие мельпизерные, то, соответственно, у тебя большие проблемы. Еще меньше будешь такие вот кружки получать. Поэтому запросы в жизни должны быть просто, чтобы ты говоришь, мне надо вот столько. Мне нравится представлять, что он записывает это пьяный, лежа на полу. И сразу видео становится каким-то очаровательным таким. Наивным, да. И вот даже кто-то умудряется на такой вот чуши зарабатывать. Есть всякие мотивационные тренеры, которые несут абсолютно такую же ерунду. Вот мне попался такой Виталий, тренер по личностному росту. Масштабирует бизнесы через личный бренд. И при этом он набирает себе аудиторию, набирает себе будущих клиентов через точно такие же ролики. Он ведет аккаунт, где выкладывает вот такие видео. Знаете, что объединяет всех богатых людей, которых я знаю? Они постоянно развиваются. Покупают обучение, проходят тренинги. Да, но справедливости ради надо заметить, что это объединяет очень многих людей, которые небогатые. Я бы даже сказал, что небогатых это объединяет гораздо больше. И вот у него много-много вот именно мотивационных роликов. Не знаю, зачем нам 10 пальцев. Потому что нам надо всего 3. Да-да-да. Похоже на начало диалога и спорно. Но нет, это мотивационное видео. Поставь цель, создай план, Оторви жопу и действуй. Подождите. Так это 4 пальца. 4. Получается, я на пальцах доказал, что его не надо слушать. И мне, знаете, мне кажется, что ему порой самому и как-то неловко от того, что он говорит. Хотя есть даже ощущение, что он возомнил, что абсолютно любая его фраза является мотивацией. Либо стесняешься, либо богатый. И, видишь, ты тут же отвернулся. Ну, видимо, стесняется. И вообще, что за либо стесняешься, либо богатый? Это же вообще не связанные вещи. Это все равно, что либо кашляешь, либо сосед. И вот он всех мотивирует, всех мотивирует. Но сам не сказать, что великий какой-то достигатор. Потому что пару лет назад... Пару лет назад я поставил себе цель зарабатывать несколько миллионов в месяц. И вот какие цели у него теперь сейчас. Я поставил себе цель записывать рилсы через день. Да, классно, классно. Жду от него следующее видео в стиле «Я поставил себе цель, когда чихаю, прикрываться ладошкой». Единственная вообще фраза, с которой я у него согласен, это... Короче, в жопу мотивацию. И вот много таких людей, которые возомнили, что теперь они могут мотивировать других. Например, еще был чувак, он вообще ведет тренинги для риэлторов. Он сам риэлтор и ведет тренинги для риэлторов. Я глянул все его видео, там нет ничего полезного для риэлторов. В основном он льет вот такую воду. А теперь я тебе открою глаза. Ты можешь решить в своей жизни абсолютно любые сущности, которые у тебя возникают. Поэтому надо перестать их бояться, не просто пускать их в свою жизнь, потому что ты их однозначно решишь. Все, и еще и аплодируют в конце. Вот я надеюсь, он риэлтором не точно так же работает. Вы же говорили, что до метро 5 минут, а не 15. А ты поставь себе цель добираться до него за 5 минут. И вот помимо выступления, в основном он тоже записывает вот точно такие же ролики, как другие. Я выходил из дома, и моя бывшая уехала на Мазерате со своим новым молодым человеком. А я в шортах, в сланце. Мусор вышел выбрасывать. В ванной, футболке. Да, смешно было бы, если бы потом он сказал, и я поставил себе цель, чтобы в следующий раз этот Мазерате приехал уже за мной. Но не, 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 к сожалению, к сожалению, он рассказывает, что купил себе Порш, что-то там. И только потом, когда купил серебристый Порш, понял, почему серебристый. Потому что когда-то был серебристым Мазератем, и у тебя будет такой же обязательно. Договорились? Давай кулачок. Да, и судя по размеру кулачка, он просто подсел к кому-то в компьютерном клубе. Мешает мальчику играть. И вот еще, знаете, многие звезды же любят мотивировать. Это всегда так тоже очень смешно выглядит. Там, Вилл Смит обожает мотивацию. Паша, воля, был замечен в этом. И это тоже, конечно, всегда такая очень смешная чушь. Но этих людей я люблю, поэтому конкретно тут рассмотрим на примере Стаса Ярушина. У меня нет актерского образования. Я очень много смотрел фильмы с Леонардо Ди Каприо, перематывал моего диалоги и монологи, и смотрел, репетировал, все сдирал. Все сдирал? Так что не содрал-то, а? Я просто смотрел фильмы со Стасом Ярушиным, сериалы. Он же везде Стас Ярушин. Но мы все смотрели фильмы с Ди Каприо. Это не заменяет актерское образование. Это все равно, что врач бы сказал бы, у меня нет медицинского образования, но не переживайте, я большой поклонник интернов. Короче, про всю эту мотивацию я могу сказать только одно. В жопу мотивацию. У меня все, ребят, всем спасибо, всем хороших и годных. Пока-пока-пока-пока. Ни слова больше. ТНТ представляет новое скетч-шоу с визуальным юмором, в котором не будет произнесено ни слова. На работу. 30 января в 10 вечера. Премьера на ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»